Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А что это за памятная доска? В этом доме жил Георгий Васильевич Кикинов, карельский писатель, учитель русской литературы. А что это за разрушенное здание? Это вроде комбинат. А что за комбинат? Извините, вы не подскажете, что это за комбинат? О, девочки, это керамический цех. Бывшая гордость села Деревянного. Если желаете, я могу показать вам немножко. Вот, девочки, это был здесь массоприготовительный цех. Здесь делали глину. Глину сюда привозили из рыбрики. Это красная глина. Из другой глины нашу керамику не делали. Только с рыборецкой глиной. Это шликерные колодцы. Глина в барабанах размалывалась вместе с эбонитовыми шариками. С водой жидкая потом сливалась в эти колодцы. Вот, девочки, здесь был цех литья посуды. Вот лицевая форма. Она состоит из нескольких частей. Она складывалась, скреплялась резинками. И в эту форму наливался жидкий шликер, как вода. Потом, когда она высыхала, ее открывали. И здесь оставалось то изделие, которое нужно было. А почему закрыли комбинат? Наша керамика потребляла очень много электроэнергии. И фактически стало нерентабельно. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы находимся в местечке под названием Ближние Ламбы. Ламбы в Карелии называют маленькое лесное озеро. В чем же подвох? Карелия – это край озер и лесов. Для развития сельского хозяйства были необходимы поля. Поэтому государством была проведена мелиорация. Из маленьких заболоченных озер сделали поля для выпаса животных и сенокошения. Местечко так и осталось называться Ламбаны. Очень часто я думаю, что же является самым главным в моей жизни и жизни моих близких. Из множества вариантов все же самым важным, я считаю, здоровье. А это зависит от образа жизни, питания и экологии. И поэтому человек постепенно возвращается к естественному образу жизни. Великий медик Гиппократ писал, что мы есть то, что мы едим. Здесь на природе, на свободных выпасах, под лучами солнца, порывами ветра, чистейшей воде, животные получают все необходимое и передают нам экологически чистые продукты, питание. В частных подворьях сегодня насчитывается более 100 голов крупного рогатого скота. Здесь есть лошадей, небольшое стадо овец, многие жители держат кроликов, гусей, куры, есть даже павлины. Старая ферма живет и выполняет свои функции и по сей день. Как круто у вас в деревянном. Приезжай почаще. Конечно. И вы приезжайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok